Индия Некоторые виды вполне поместятся на ладонь. Некоторых не обхватить руками. Но все они разработали свои искусные методы охотиться, защищаться и убивать. Они поразительные, необычные и опасные. Приготовьтесь встретиться лицом к лицу со смертельно опасной дюжиной Индии. Смертельно опасная дюжина. Индия. Лишь несколько стран в мире могут сравниться с Индией по территории или по количеству населения. Миллиард человек живет на менее чем 8 миллионов квадратных километров. А в глубине страны, в бесплодных пустынях, густых лесах и высоких горах, живут некоторые из опаснейших видов на Земле. Среди них три из крупнейших в мире рептилий. Крокодил, королевская кобра, удав. Все они убивают благодаря своим поразительным размерам и силе. Грибнистый крокодил скрывается с поверхности Земли. Грибнистые крокодилы прочесывают соленые водоемы от Северной Австралии через Индонезию, Малайзию, вплоть до Восточной Индии. Они также прекрасно себя чувствуют в пресной воде и в болоте. И поэтому порой они находятся в опасной близости от сельских поселений. Начиная с конца 80-х годов, в Индии зарегистрировано 30 смертельных случаев. Но некоторые опасаются, что на самом деле числа намного больше. Они рассказывают истории о соседях, которые неожиданно исчезли, и никто не знает почему. Но несмотря на размер и устрашающее поведение, грибнистые крокодилы и сами нередко становятся добычей. Когда-то большое поселение людей уменьшило их численность в Индии, поставив на грань исчезновения. Там сейчас живет менее 300 особей, и только на Востоке. Они — самые крупные из живущих рептилий в мире. Взрослые особи мужского пола могут достигать 7 метров в длину и веса более 400 килограммов. Но несмотря на свои размеры, они охотятся из засады. Как и большинство крокодилов, грибнистые нападают снизу. Видны только их глаза и ноздри, в то время как остальная часть тела спрятана. Затем, ударив своим мощным хвостом, они обнаруживают себя. Они выпрыгивают из воды на свою жертву. Даже самая крупная жертва, как, например, крупный рогатый скот, не сравнится с этим нападающим из засады животным и их смертельным трюком. Еще одна из самых крупных рептилий на Земле также живет в Индии, но это убивает ядом. Ее длина превышает длину автомобиля. Она поднимается в человеческий рост и при одном укусе может впрыснуть огромное количество яда. Это королевская кобра. И достигая длины вплоть до 5,5 метров, она является самой длинной ядовитой змеей на планете. Однако репутация этой королевской змеи основана не только на ее размере. Ее считают одной из умнейших змей на планете. Вместо того, чтобы укусить, она оголяет свои клыки почти как собака, чтобы отпугнуть противника. Те, кто не испугался, могут неожиданно оказаться прямо напротив глаз кобры. Если ее напугать, королевская кобра может поднять переднюю треть своего тела и заглянуть взрослому мужчине прямо в глаза. Ее нейротоксичный укус не настолько мощный, как у многих других змей, но недостаток токсичности с лихвой возмещается количеством. Эта змея впрыскивает огромное количество яда от 200 до 500 миллиграммов за укус. Чтобы убить человека, нужно приблизительно 12 миллиграммов. Токсины немедленно атакуют нервную систему, парализуют респираторную функцию и убивают в течение минут. К счастью, эта змея достаточно умна, чтобы избегать людей, поэтому столкновения крайне редки. Укус королевской кобры становится причиной менее чем пяти смертей в год. Но для животных, живущих в тропических лесах северо-восточной Индии и в Южной Азии, королевская кобра – страшный хищник. Она превосходно чувствует себя во влажном климате активно и днем, и ночью, охотится на птиц, ящериц и маленьких млекопитающих. Но ее любимая пища – змеи. Маленькие питоны, другие кобры и большеглазые полозы. Интересно, что научное название змеи – офеофагус – переводится буквально как «пожиратель змей». Гигантская кобра пожирает жертву целиком. Она способна растянуть свои челюсти очень широко, чтобы проглотить добычу крупнее, чем она сама. А затем монарх продолжает рыскать по своему королевству. В Индии живет не только самая длинная ядовитая змея в мире. Здесь также обитает одна из наиболее крупных и сильных змей на планете – питон. В Индии живут два гигантских питона – бирманский и индийский горный питон. Индийский горный питон живет в джунглях от Индии до Южного Китая и по всей территории Юго-Восточной Азии. Достигая 4 метров в длину и 150 килограммов в весе, он является меньшим из двух. Его собрат бирманский питон может вырасти более 6 метров и достигает диаметра человеческой талии, но область его обитания намного меньше, чем у индийского горного питона. Обе особи редко становятся причиной смерти людей, но если они возникают, эти случаи только дополняют репутацию змей. Как и все питоны, они не убивают ядом, они убивают силой. Они охотятся на земле и в воде. Они живут в болотистой влажной местности, где эти медленно двигающиеся змеи могут хорошо спрятаться. Это позволяет им охотиться даже на ловкую жертву, как олень или обезьяна. На земле они обнаруживают жертву, используя специальное приспособление – ряд органов, чувствительных к теплу, расположенных вдоль верхней губы. Это позволяет питону зафиксировать тепло тела своей жертвы и точно рассчитать атаку. И несмотря на то, что этот гигант выглядит медлительным, его нападение молниеносно. Он захватывает свою жертву, вгрызаясь при помощи задних изогнутых острых, как бритвы зубов, которые погружаются в ткань и удерживают животное на месте. Чем больше маленькая крыса пытается вырваться, тем глубже погружаются зубы питона. Как только положение стабильно, питон обматывает свое огромное тело вокруг жертвы, захватывая ее все плотнее и плотнее, пока жизнь в буквальном смысле не покидает жертву из-за удушья. Затем гигант пожирает жертву целиком. Индийские крокодилы, удавы и королевские кобры — одни из крупнейших рептилий во всем мире. В Индии живут около миллиарда человек и огромное количество смертельно опасных видов. Но никто из них не наносит такой вред людям, как ядовитые змеи. Здесь живет 50 видов ядовитых змей. Каждый год они кусают приблизительно 200 тысяч человек и убивают приблизительно 50 тысяч. Виновниками приблизительно 10 тысяч смертей становятся только 4 вида — песчаная эфа, индийский крайт, гадюка Рассела и индийская кобра. Это большая индийская четверка. Индийская кобра, пожалуй, архетипичный образец ядовитой змеи, область ее обитания огромна. Она живет в Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Бангладеше и почти по всей Индии. Эта змея легко адаптируется, живет среди сельских рисовых плантаций или в городских домах. Везде, где обеспечен постоянный доступ к ее любимой пище — крысам. Именно голод заставляет кобру приближаться на опасное расстояние к людям. Каждый год она кусает приблизительно 10 тысяч человек. Если спровоцировать ее, кобра поднимет переднюю треть своего тела, растянув свою длинную гибкую шею и освобождает кожу, чтобы образовался ее известный капюшон. Из-за этого хищник кажется намного крупнее. Ее сильный невротический укус действует незамедлительно, блокируя нервные импульсы жертвы и вызывая паралич дыхательных путей. в зависимости от жертвы эта проницательная змея может регулировать объем впрыскиваемого яда. Иногда кобра предпочитает забодать своего противника вместо укуса или кусает в холостую, без яда. Но независимо от того, является ли ее врагом человек или мангуст, если змею спровоцировать, она будет защищаться. От нападения сзади она защищается тем, что кажется второй парой глаз. Эти круги, известные как оселус, очки, дали кобре ее имя очкастая кобра. Эта смертельно опасная змея мастер прятаться. Песчаная эфа обитает в пустынях и скалистых местностях от Северной Африки через Индию до Среднего Востока. Большую часть своего дня она проводит, закопавшись в песок, прячась от горячего солнца. Но по ночам она охотится. при нападении змея не отступает. Напротив, она посылает ясно выраженное предупреждение. она сводит вместе свои заостренные чешуйки и производит скрипящий звук, похожий на звук пилы, режущей дерева. И ее предупреждение очень обоснованно. Длиной менее одного метра песчаная эфа относительно маленькая змея, но ее пятимиллиметровые клыки впрыскивают смертоносный яд. Токсины незамедлительно начинают разрушать кровь и ткани, вызывая сильное кровотечение. Несмотря на то, что песчаная эфа чрезвычайно опасная змея, она не убивает так часто, как это. Гадюка Рассела. Эта печально известная змея становится виновником тысячи смертей ежегодно. Даже капелька ее смертей может вызвать обильное кровотечение и убить в течение минут. Эта змея может нападать неоднократно, наполняя свою жертву токсинами. И ни одна группа населения не страдает от гнева гадюки Рассела так сильно, как фермеры. Гадюка Рассела обитает в открытых, покрытых покрытых густой травой полях по всей Индии, но рисовые поля с их мышами и крысами являются ее любимым местом охоты. Здесь количество змей на квадратный километр выше, чем где бы то ни было по стране, что делает контакт с человеком почти неизбежным. при столкновении эта змея не бежит. Даже пойманная она отважно сражается. укушенные крестьяне зачастую находятся в часах езды от госпиталя и умирают еще прежде, чем получают медицинскую помощь. Но оставленная в покое эта гадюка незаменимый истребитель. Она почти невидимо скользящая среди листвы. Ничего не подозревающая крыса подходит ближе. Жертва наполнена ядом, затем отпущена и оставлена на безопасном расстоянии мучиться и умирать. Затем змея пожирает жертву целиком. Ее гибкие челюсти растягиваются, чтобы вместить лакомство. Подобно индийской кобре, гадюка Рассела может контролировать количество яда, впрыскиваемого в жертву. Но рассерженная она не откладывает своих ударов надолго. Свирепость змеи наряду с ее близостью к людям вот то, что делает эту змею одним из ведущих убийц Индии. Но даже гадюка Рассела не самая опасная змея в Индии. Это определение относится к индийскому крайту. Эта змея убивает приблизительно 50% укушенных людей. Индийский крайт прячется в густых торопических лесах и сухих открытых равнинах по всему Пакистану, Непалу, Шри-Ланке и Индии. Но он не является чужаком и в населенных местах, особенно там, где есть вода. И хотя длина его достигает почти 2 метра, его редко увидишь в течение дня, так как он скрывается среди растительности или в брошенных норах животных. Он бродит по ночам, когда его темная кожа обеспечивает прекрасный камуфляж для охоты за его основной жертвой, другими змеями. вооруженный маленькими клыками Крайт прикрепляется к своей жертве, давая своему нейротоксичному яду достаточно времени впитаться. В ночное время змея также сталкивается с людьми. В холодную ночь змея вполне может заползти в хижину в поисках тепла, исходящего от спящих на полу деревенских жителей. Одно неверное движение может вызвать катастрофу. Укусы обычно безболезненны и жертвы часто не осознают, что были укушены. Крайт имеет один из сильнейших ядов по сравнению с другими змеями в Индии. Его молекулярные компоненты настолько малы, что всасываются в кровь быстрее, чем другой яд, парализуя нервную и дыхательную системы в течение часов. даже при применении противоядия шансы на выживание только 50 на 50. Часто люди, особенно дети, умирают во сне. В целях уменьшения укусов Крайта деревенские жители призывают спать на кроватях, а не на полу. В стране, населенной 50 видами ядовитых змей, песчаная эфа, Крайт обыкновенный, гадюка Рассела и индийская кобра среди себе подобных. И их подавляющее присутствие в сельской местности Индии почти гарантирует смертельные столкновения с людьми. Следующий вид хищника также скрывается в индийской тени, смотрит и ждет. леопард 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 и самую легкую добычу. Драка пугает местных жителей. К моменту их реакции и жертвы, и хищник уже давно исчезли. Леопард скрылся, чтобы наслаждаться своим лакомством. Леопарды – самые распространенные большие коты во всей Индии. Их можно обнаружить по всей Индии и вдоль и поперек от тропических лесов до пустынь. Один из ключевых факторов их широкой среды обитания – это разнообразная диета. Леопарды пытаются есть почти все, включая обезьян и морских крокодилов. Но когда их нормальной пищи им недостаточно, они берутся за домашний скот, а иногда даже людей. История о нападении на людей обрели в некоторых частях Индии уровень мифа. Один леопард, известный как Панар Человекопожиратель, оставил за собой смертельный след террора, было зарегистрировано 400 убитых им людей, прежде чем он сам был застрелен в 1910 году. В период между 2000 и 2003 годом леопарды в лесу Джунап, густая лесистая местность, сразу за границей города Мумбай, напали на 50 человек, убив 18. В 2004 году в самом Мумбаи, городе с населением почти 18 миллионов человек, леопарды убили 12 человек. Леопарды легко распознаваемы благодаря своим желтоватым телам и декоративному узору в виде темных пятен. Как и человеческие отпечатки пальцев, эти пятна или розетки уникальны для носящего их. Нет двух одинаковых шкур. Но не все леопарды имеют золотистый окрас. Некоторые имеют черный. Эти пантеры приобретают свои шкуры цвета эбенового дерева в результате состояния, известного как меланоз. Но независимо от цвета и названия, эти небольшие охотничьи машины смертельно опасны. Они имеют размер крупных собак, а их мышечная структура позволяет им достигать скорости приблизительно 60 км в час. Однако они часто применяют хитрость, чтобы поймать свою жертву. Крадутся незамеченными и нацеливают свои длинные клыки и мощные челюсти на шею жертвы. Леопард не единственная большая кошка в Индии. Более крупный представитель семейства кошачьих также бродит здесь по зарослям джунглей. Это бенгальский тигр. На протяжении более чем двух с половиной тысяч лет это животное было иконой Индии. Сегодня в Индии проживает около двух тысяч или чуть больше этих огромных кошек. Половина всех бенгальских тигров планеты. Их область обитания тянется от Пакистана до Бирмы и проходит сквозь почти всю Индию. Но наибольшее поголовье тигров обитает в национальном парке Сундарбан или Тигровом резервуаре. Более 20 тысяч квадратных километров густо покрытые лесами дельты реки на границе между Индией и Бангладешем. Около 250 тигров проживают среди этой пышной природы. Но естественная пища тигров, доступная на болоте, особенно на Индийском острове, часто недостаточно разнообразна. Поэтому эти большие кошки часто обращают внимание на самую легкую цель, которую они могут найти. Люди часто посещают индийскую часть парка в поисках древесины, рыбы и сот. Погруженные в свои бытовые хлопоты, они становятся легкой целью для проголодавшихся хищников. Их нападение такое быстрое и страшное, что практически никто не выживает. Каждый год только в индийской части парка Сундарбан тигры убивают 50 человек, что делает это место рекордсменом по количеству смертельных случаев в стране. Какое-то время местные жители даже надевали маски на затылок, чтобы таким образом избежать нападения. Они надеялись, что эта уловка остановит больших тигров, поскольку они редко нападают спереди. Но сейчас они боятся, что тигры их раскусили. Вода также предлагает совсем немного защиты. Тигры – искусные пловцы. Они нападали и убивали рыбаков, которые думали, что находились очень далеко от берега. Это плотоядное животное находится на самом верху пищевой цепочки. Его скорость, сила и мощные челюсти представляют опасность для всех животных. Взрослые мужские особи бенгальского тигра достигают 2 метров в длину и веса до 200 килограммов. Они вырастают в три раза крупнее, чем их родственники леопарды. Они охотятся преимущественно от заката до рассвета, находя свою жертву при помощи необыкновенного ночного зрения. Глаза тигра имеют специальный отражающий слой под названием tapetum lucidum. Расположенная за сетчаткой эта пленка повышает количество света, улавливаемого глазом, что позволяет хищнику охотиться в условиях темноты. Как только жертва захвачена, этот метод охоты становится чрезвычайно простым. Тигр использует один сокрушительный укус в шею или в горло. Подобно леопарду, тигр предпочитает есть в уединении, оттаскивая свою добычу в укрытие и потребляя до 40 килограммов за один прием. Индийские кошки-убийцы живут в густой листве и на окраинах города. И охотятся ли они за животным или за человеком, большинство жертв даже не знает, что тигр поблизости пока не становится слишком поздно. Двое из наиболее опасных обитателей Индии обычно не являются хищниками, хотя если создать для них безвыходную ситуацию, они также могут быть смертельно опасны. Один из них маленький и неприметный и убивает ядом, другой большой и неистовый и убивает силой. Индийский красный скорпион выпускает свое ядовитое жало. В течение нескольких мгновений рвота и замешательство побеждает юную жертву. При распространении токсины поражают сердце и нервную систему. Без лечения, нарушение деятельности дыхательных путей и внутренних органов может возникнуть через несколько часов. И все это из-за беспозвоночного размером зажигалку. Около ста видов скорпионов живут в Индии, но индийский красный самый опасный. Подобно паукам и змеям, скорпион жалит в крайнем случае. Выпуклая, наполненная ядом железа на конце его хвоста впрыскивает в жертву поток нейротоксинов. Эти укусы потенциально опасны, особенно для юных жертв. Босоногие дети, среди наиболее привычных явлений в Индии, часто случайно наступают или садятся на эти восьминогие создания. Симптомы могут действовать от 24 до 72 часов. Жертвы могут даже почувствовать себя лучше, а потом снова заболеть. Обычное ложное выздоровление. Однако медицинское воздействие иногда может нейтрализовать эффект смертельного эликсира скорпиона. Индийские красные скорпионы в изобилии проживают в средней и южной части Индии, в областях с частыми скалистыми песчаными покрытиями. Местные жители утверждают, что если почва имеет красный цвет, вы почти наверняка обнаружите скорпионов. Они живут в щелях или норах, а также под развалинами. Если скорпион загнан в угол, он выпустит свое смертоносное оружие без единого звука. Но заманите в ловушку этого огромного млекопитающего, и вы однозначно услышите его устрашающее нападение. Это медведь-ленивец. Он получил свое имя благодаря внешнему виду, поскольку его грубый мех и длинные когти напоминают признаки другого лесного обитателя – ленивца. Но несмотря на то, что он может выглядеть ленивым, в движениях он немедлителен. Это 130-килограммовый медведь может опережать человека на коротких дистанциях. Он может напугать даже тигра. Нападение обычно включает в себя громкие звуки, неожиданный натиск, карающее нападение на самую чувствительную часть тела жертвы – голову и лицо. Начиная с 1980 года более 200 человек были атакованы медведями-ленивцами в Индии. Более чем дюжина из них смертельна. Приблизительно от 6 до 11 тысяч медведей-ленивцев живут в низменных лицах и у подножьях холмов Индии. Они не уходят в зимнюю спячку. Наоборот, теплый климат региона позволяет им бодрствовать в течение круглого года в поисках их основной пищи – термитов. Медведи-ленивцы – это энергичные охотники за термитами, анатомия которых позволяет им вторгнуться в колонию и пожирать маленьких насекомых тысячами. Их загнутые когти длиной почти 8 см легко расправляются с согретой на солнце насыпью термитов. Как только он оказывается внутри, медведь защищает свой нос от поползновений непрошенных гостей. Он закупоривает свои ноздри при помощи специально приспособленной заслонки. Потом он ест, засовывая свои гибкие губы в дупло и просто засасывая свою пищу. Один медведь-ленивец может съесть целую колонию – до 10 тысяч термитов в один прием. Они – полярные представители богатого животного мира Индии. Скорпион – маленький незаметный ядовитый и медведь-ленивец – большой и неистовый, смертоносно сильный. Но заманите в ловушку любого из них, и результаты будут, вероятно, одни и те же. Индия – страна некоторых великолепных и смертельно опасных хищников, но, возможно, наиболее крупный из смертельно опасных видов не хищник вовсе. Он нападает неожиданно, он приходит и нападает. Сначала он пронзил мою жену, я испугался, он был такой огромный. Это все – раны от нападения слона. Слоны – среди наиболее крупных и сильных созданий на Земле. Пять тонн потрясающей почвы массы заключены в форму размером с танк. Со стороны они часто выглядят безмятежно, так как проводят большинство своего дня, поедая траву, кору и листья. Но если их разгневать, они превращаются в огромное и неостанавливаемое бедствие. Азиатские слоны живут в южной и восточной части Азии, включая Индию. 30 тысяч этих колоссальных травоядных живут в бункерах по всей стране. Но слоны не глупые травоядные машины. Они – высокоинтеллигентные существа, которые создают сложные ячейки общества, семейные связи на целые поколения. Как и у людей, многие их знания приобретенные, а не инстинктивные. Они учатся на основе своего опыта. А их опыт становится все более травматическим. В Индии лесозаготовительные предприятия и фермы вытесняют слонов на маленькие участки земли. Земли, где недостаточно еды на достаточно враждебных соседей. Фермеры выгоняют этих гигантов с их полей. Браконьеры убивают взрослые особи для получения слоновьих бивней. Голодные деревенские жители закалывают их на мясо. А лесники отбраковывают места их поселений. В результате молодые особи остаются без старых, которые могли бы научить их, как выжить. А те взрослые особи, что остаются в живых, часто травмированы от наблюдений убийства членов их семейства. Когда-то эти огромные млекопитающие бороздили Азию сотнями тысяч. Сегодня их численность катастрофически понизилась до менее чем 50 тысяч. Но обезумевшие слоны наносят ответный удар. Голод, борьба за место, поиск любимых толкают их на опасную конфронтацию с людьми. Каждый год в Индии слоны убивают более двухсот человек. Одной из таких жертв была пожилая женщина по имени Пути. В западной Индии Пути и ее муж, 73-летний рабочий по имени Була, отправились в храм из своего дома, находящегося на краю леса. Расстояние от дома до храма около 5-6 километров. Поскольку мы хотели прийти в храм до богослужения, мы вышли в 7 часов. Мы шли по той же тропинке, все идут по этой тропинке в храм. Но они были не одни. Неожиданно огромная тень вырвалась из-за деревьев. В течение секунд слон завладел парой. Мне было страшно, он был такой большой. Если слон нападает, он нападает неожиданно. Несмотря на свой огромный размер, слоны двигаются с потрясающей скоростью и хитростью. Их гигантские ступни несут огромное тело, не утопая в почве. 15 сантиметров жировой прокладки амортизируют и приглушают каждый шаг. Находясь в движении, они легко могут перегнать человека, развивая скорость до приблизительно 50 километров в час. Что можно сделать, когда он нападает внезапно? Сила, с которой набрасывается слон, больше, чем у машины. Разгневанное животное сконцентрировало свою злость на пути и вложило в силу одной своей правильно поставленной ноги всю свою массу. Жена Булу не выдержала. Это сломало ее. Устранив одну угрозу, слон переместил свое внимание на другую – Булу. Слон свалил меня на землю. Он поранил мне голову и ногу и сломал грудную клетку. В туловище слона более 900 тысяч мышц, что позволяет ему легко корчевать деревья и собирать высокую траву. Но оно может стать также прекрасным оружием для разгневанного слона. И это не единственное орудие в его арсенале. Повалив меня на землю, он проткнул меня. Это все три раны от нападения слона. Слон проткнул бивнями отсюда до сюда. Бивни слона могут превышать 3 метра в длину и весить более 180 килограмм. Они – самое впечатляющее и нужное оружие животного, используемое как в брачных ритуалах, так и в битве. Что конкретно заставило этого слона напасть на пути и булу, остается загадкой. Но несчастье, которое он принес с собой, совершенно однозначно. Моя спина была повреждена. Я не мог ни ходить, ни что-либо делать. Люди отвезли меня в госпиталь. Я должен был бы умереть в тот момент, но выжил благодаря судьбе. Его жена не была так удачлива. Они отвезли ее в госпиталь, но она была уже мертва. Всякий раз, когда я вспоминаю ее, слезы подступают к глазам. Сегодня защитники природы пытаются защитить и слонов, и людей. Лучшее распределение земли и запрет на вмешательство ведут к уменьшению несчастных случаев с обеих сторон. Но этих гигантов всегда лучше наблюдать со стороны. Они в группе 12 избранных, воплощающих все великолепие и силу природы. Благодаря богатому набору техник защиты и выживания, они благоденствуют. Они – смертельно опасная дюжина Индии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok